Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова я, как всегда, Флиппи36. Ну и что ж, сегодня мы разберём очень популярную инфу, о которой все думают. Как мы знаем, сейчас уже 2023 год. Амнезия 7 довольно-таки близко. И мы можем с вами погадать, что будет. Амнезия 7. Возьмём несколько популярных теорий. Ну и лично услышите мои теории по этому поводу. Ну что ж, не буду вас задерживать, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну, насчёт этой теории я уже 4 раза где-то говорил. Ну, может кто-то не смотрел прошлые видео или новичок этого канала, то советую посмотреть прошлые видео. Ну ладно, я вам скажу свою теорию. Ну и так же разберём. Куда направился Кромармод после Амнезии 5.5? Мы знаем. Давайте освежим память, что мы знаем, что в Амнезии 5.5 военные потеряли контроль над Кромармодом. То есть они вставили ему такой, собственно, называя чип. И потом они потеряли над ним контроль, чип лопнул, и Кромармод заразился и куда-то пошёл в неизвестном направлении. Что ж, ну а тут мне кажется, что Кромармод, ну, направился мстить. Потому что он же, скорее всего, помнит, где находится база примерно. Ну, или же знает, где находятся военные. И поэтому, возможно, он направился туда, чтобы им отомстить. Тем более он знает, что он сильный. И может нанести им сокрушительный удар. Это моя личная теория, что он направился мстить где-то к военным. Не знаю, теория не очень. Ну ладно, перейдём ко второму популярному, извиняюсь, популярной теории. Судьба Сплендит и Флэки. Мы знаем, что в Амнезии 6.5 военные зачем-то взяли и бросили Сплендит и Флэки. Взяв с собой Белнати, ну, или же Сни, ой, Муравьеда. Взяв с собой Муравьеда и... Взявшихся военных, ну, суперсолдат. Ну, так вот, у меня тоже есть теории насчёт, что с ними будет. Мы знаем, у Муравьеда, ну, база Муравьеда ещё осталась. И не до конца было разрушено. Вот примерно подвал, бункер у него сохранился. Это можно доказать с помощью того, что у него вставлена флэшка в какой-то компьютер. И сзади видны эти металлические стены. Так вот, возможно, Сплендит останется там, ну, то есть осмотрит базу и что-то найдёт. Где сможет отрегенерироваться. Ну и, собственно, возможно, что он спасёт Флэки. Ну, не факт. Хотя, в принципе, я думаю, да. Возможно, он прихватит её с собой. И они смогут там найти какие-то штуки. И зарегенится. Ну, и второй плохой исход о том, что Сплендит, ну, скорее всего, Флэки не возродится и останется так лежать до конца амнезии. Ну, знаете, это как-то, ну, невозможно, скорее всего. Нам бы не показывали бы её просто так. Ну, я не знаю. Наверное, это плохая теория о том, что якобы... Ну, я слышал её. Это не моя теория. О том, что якобы Флэки может, ну, просто так остаться. Да и Сплендит, в принципе, просто там останется. Они даже не уточнили. Они просто как-то так сказали. Ща вам подробно расскажу. Ну, что Сплендита добьют. Ну, я не знаю, как заражённые могут добить Сплендита. Ну, может, он прям сильно ранен. Ну, ходить может. Короче, будем... Первая теория, которую придумал я, самая нормальная. Ну, так же не только я. Ещё некоторые ютуберы про неё тоже говорили. Флиппи, ну, или же Фликби выберется из ад. Ну, а тут вам лучше посмотреть моё видео. Отдельно. Я делал её. Возвращение Флиппи в сюжет. Как это может произойти? Пожалуйста, посмотрите её. Если вы хотите узнать. Ну, там две теории, самые нормальные. Первая, одна из теорий о том, что Флиппи спасут какие-то военные. Они ворвутся в ад и смогут его спасти. Как вы заметили, что Флиппи очень важен военным. Ну, а вторая теория, что на Флиппи нападут пару демонов с суперспособностями. Он сможет их убить, и они будут давать ему какую-то силу. Вот он убьёт кого-то, и они могут как-то, ну, дать ему силу. Типа, он сможет их убить, и за это что-то будет у него. Не знаю, эта теория как-то не очень звучит, но всё же как-то правдоподобно может быть. И четвёртое, а именно, ну, четвёртое, появление фанатских персонажей. Мы знаем, что за последние три амнезии, вот прям, Себастьян Родригес, ну, очень хорошие и большие отсылки сделаны фанатских персонажей. Большинство из канала Рекс, аниме Экстен, или как-то так. Да, вы всегда знаете, что до конца я его канал не называю. Просто называю Рекс. Ну, я думаю, что в Амнезии 7 их тоже мы увидим. Отсылки на фанатов у него будут, скорее всего. Это на процентов 100, но я уверен. Ну, перейдём к следующему пункту. И пятое, финальное, узнать побольше о группе Сопротивления. Нам эту группу показали только один раз. Ну, и в конце некоторых Амнезий. Показали Флаг, показали Резистанса, ну, и ещё некоторых персонажей. И группа Сопротивления, это все плохие люди, которые сбежали из тюрьмы, или просто грешники, которые собрались и сопротивляются заражённым. Они воюют так и с военными, так и с заражёнными. И, возможно, в Амнезии 7 нам снова покажут их. Ну, а как вы думаете, пишите в комментариях. Что ж, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, удачи.